Вместо грунтовки современная двухполосная трасса. Сегодня в Лавлинском районе торжественно открыли новый участок дороги, который соединит два района области. Теперь путь до областного центра сократится втрое. Новой дорогой селян уже не удивишь. В последние два года строительство магистрали к населенным пунктам идет очень интенсивно. Но праздник от этого не перестает быть таковым. В том, что объезд к хуторянам добираться домой больше не придется, убедился Евгений Волокитин. По доброй традиции дорожников и те, кто строительство контролировал, станичники встречают хлебом с солью. Новая дорога и сама как песня шутят местные жители. У самых счастливых новая магистраль прошла прямо у дома. Хорошо, асфальт сделан прямо прекрасно. Это же основная дорога. Машина не бьется. Едешь, как вообще, не передать словами. Очень красиво и хорошо. Молодцы ребята. Прямо, как вам сказать, с таким этим, видимо, делали, что не абы как так. Красиво очень даже. Слякать и грязь отныне не проблема. Новострой соединил два района. И Лавлинский, и Клецкий. Прежде до Волгограда приходилось добираться в объезд. Путь удлинялся на 300 километров. Теперь сократится втрое. Автовладельцы к торжеству готовились, как к параду. Сейчас пыль протираю. А тогда была грязь невозможная, грязище. Это сам страсть была, да. Это правда, что это самое. Большое дело, конечно, это самое. С асфальтом это мы прям, как вы видели, всю жизнь, можно сказать. А я, да, проработал там 8 лет на молоковозе, возил туда. Ой, это там страсть была, что творилось. Двухполосный участок трассы протяженностью более 8 километров сдали в короткие сроки. Для нас это дорога, но Григорьевка-Клецкая перекопка, конечно, имеет большое социально-экономическое значение. Потому что две трети населения района сегодня будут ездить по этой дороге. Это наикоротчайший путь до города Волгограда. Вот сегодня, пока мы с вами здесь присутствовали, порядка 10 машин уже прошло. Машины возят от нас щебень, от нас возят зерно. Строительство шло по программе развития транспортной системы Волгоградской области. Здесь и качество, и применение современных технологий. Срок службы дорожного покрытия они увеличивают в несколько раз. Гарантия на данное сооружение на 6 лет. Межремонтные сроки, я так думаю, все мы выдержим. Дорога будет нормально содержаться. Содержать данную дорогу будет наша организация, также мы ее содержим. Работают в основном местные жители все. Из Лавлинской станицы, из Кременской, из Клецкой. И также дальше будем содержать дорогу. Само понятие бездорожья в Волгоградской области постепенно исчезает из обихода. Возведение трасс твердым покрытием дает новые возможности для комплексного развития территории. Только в этом году построено 26 дорог с селом и сельхозпредприятием. А это 87 километров. С 2000 года строили 10, 15 километров, 20, 30 километров, но чтобы вот так вот за раз сдать 87 километров, столько не строили. У нас был максимальный рубеж, это 350 километров, это было в 80-х годах. С этим планом мы сегодня справились. Мы практически в течение еще одной недели закрываем полностью объем по 87 километрам дорог, которые мы выполнили в этом году. Следующий год у нас планы обратно работать с федерацией. По словам дорожников, на следующий год они запланировали объемов не меньше. А это прямая дорога населенных пунктов комфортной жизни. Евгений Влокитин, Юрий Комочков, Вести Лугоград, из Лавлинского района.